Ребята, которые летом никуда не поехали, но в каникулы захотели хорошо отдохнуть и провести время в кругу сверстников, стали участниками досуговой площадки Центра детского творчества «Юность» в Горках Ленинских. Программа всегда насыщенная и каждый день разная. Посещение спектаклей, музеев, познавательных семинаров, спортивных мероприятий. План мероприятий расписан на «Все лето вперед». Детская досуговая площадка работает с 1 июня. И каждый день к нам приходят десятки детей. В этом году у нас в детской досуговой площадке вообще аншлаг. В наше время есть очень большая проблема. Все, не только взрослые, но и дети, просто увязают в социальных сетях. Для нас важно вытащить детей из-за компьютера. И я считаю, что нам это удается. Сегодня дети посетили местную библиотеку, где стали участниками интересного мастер-класса. Накануне Дня почты они мастерили открытки, похожие на первый вид почтовых отправлений. Тогда, около 150 лет тому назад, не было марок. Письма украшали лентами и цветами. Ребятам предоставили цветной картон и бумагу, декоративные скотчи, салфетки, бусинки и другие элементы декора. Мне понравился этот мастер-класс, побольше таких и спасибо организаторам. На обратной стороне красочной открытки писали послание адресату. Точно так же поступили и ребята. Только в их случае это были пожелания работникам почты, которые 8 июля отметят свой профессиональный праздник. Конечно же, прибавьте зарплаты, чтобы легче было доставлять почту. Легко ли сотрудникам почты работается, дети смогли узнать лично. Сразу после завершения мастер-класса они направились в отделение почты России, чтобы подарить им открытки ручной работы. Ребята вооружились цветами, а Мария Шелковникова подготовила виновникам торжества стихотворение. Горжусь я вашей важной работой. Порой вестей так ждешь ты от кого-то. И вдруг звонок, а на пороге он. Российской почты, добрый почтальян. Для сотрудников почты визит ребят стал неожиданностью. Они остались в восторге от такого подарка. Неожиданно, даже хочется плакать. Я даже прослезилась. Такие умные дети, молодцы. Пришли с поздравлением в день почты. Первый раз такой на моей жизни, что в всероссийский день почты поздравили с такой подарок. Такой подарок для нас. Спасибо вам огромное. Дети, спасибо огромное. Воспользовавшись случаем, дети расспросили начальника горкинского отделения почты России обо всех нюансах работы. Начиная с того, сколько времени идет посылка и заканчивая тем, как стать почтальоном. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.